Чувашские землячества существуют во всех регионах страны, а музеи и выставки, посвященные творчеству наших умельцев, уже открываются за рубежом. Наша съемочная группа встретилась с уроженкой Яльчикского района, которая открыла музей в Эстонии. Ираида Захарова родилась и выросла в Чувашии. После школы поступила в Санкт-Петербургский университет и осталась жить в северной столице. Перестроечные годы Ираида вместе с мужем перебралась в Эстонию. На родину цянула всегда, признается женщина. Идея открыть музей появилась очень давно, но к ее осуществлению Ираида шла постепенно. Это было абсолютно естественно для меня, потому что за мою жизнь как-то накопились вещи, которые были в семье моей одной бабушки, второй бабушки. Мама тоже занималась рукоделием. И поэтому появилось вот такое, ну, энное количество вещей. И, ну, меня всегда занимали старинные вещи мои друзья. Они все знают, чем я увлечена. И каждый раз, когда я приезжаю, говорят, вот ты знаешь, у нас есть вот такое украшение. Хочешь посмотреть? Я говорю, конечно. Еще до открытия музея Ираида начала работать на эстонском радио, где и по сей день ведет передачу «Араскал» на чувашском языке. Эстонцы, по словам нашей землячки, с большим интересом относятся к чувашской культуре. С начала этого года я стала заниматься чувашской вышивкой. То есть учить чувашской вышивке. Началось это с подачи клуба эстонских ремесленников, которым я пришла рассказать про чувашскую вышивку. И возник такой вопрос, а показать можешь? Вот. И через две недели я им показала. В Эстонии проживают около тысячи чувашей. Несколько лет назад Ираида выпустила книгу «Чуваши» на эстонском языке. А буквально недавно эту книгу включили в учебную программу эстонских школ. Планов о чувашском землячестве Эстонии еще много. «Находясь до тысячи километров от родины, очень важно не забывать свои корни и воспитывать детей в традициях своего народа», уверена Ираида Захарова. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика.